Переход населения на раздельный сбор отходов нужно стимулировать. Просто расставить во дворах контейнеры для разных составляющих будет недостаточно. Это мнение экспертов. Госсовет Чувашии сейчас готовит обращение по этому поводу в адрес правительства страны. С раздельным сбором отходов столицы республики экспериментируют уже больше полугода. Специальные контейнеры стоят в микрорайоне университет Новый город. Есть несколько адресов и в Новочебоксарске. И вот первые итоги от регионального минстроя. Пока, увы, только половина отсортированного мусора соответствует требованиям дальнейшей переработки. В баке для бумаги, стекла и пластика попадает слишком много пищевки. Приведу банальный пример. Вы взяли листок бумаги А4, скомкивали его, выбросили, сверху засыпали его картофельными очистками. Сами понимаете, что сделала теперь листок бумаги. Он не пригоден для дальнейшей переработки. Тем не менее, перед республикой стоит задача постепенно внедрить раздельный сбор во всех муниципалитетах. Государственный совет Чувашии сейчас готовит обращение в правительство страны с предложением на федеральном уровне вести стимулирующие меры для населения, чтобы ответственнее подходили к делу. И предприятия, которые занимаются переработкой или используют в своем производстве вторсырье. Если сказать по предприятиям, это налоговое облегчение. Это не просто бизнес, скажем, переработка мусора. Это экологически, социально ответственный бизнес. Ну а второй момент, то что людям уменьшить плату за тарифы. И это будет стимулом. Но это нужно прописать в законе. Сортируете ли вы отходы дома и что стало бы для вас стимулом? Этот вопрос мы задали чебоксарцам. Если управляющая компания снизит тарифы, то это будет стимулом для того, чтобы сортировать мусор. Поставить автомат, пришел, кинул, пришел, кинул. Раз тебе билет куда-нибудь на цирк. В принципе, я за экологию, поэтому стараемся максимально собирать раздельные батареи сдавать. В первую очередь, наверное, контейнеров у нас мало в городе. Вот у меня возле дома контейнеров таких нету для раздельного сбора. И на весь район там один-два может их стоит. Но у нас стояли раньше, но не сортировали все равно. Так, а то уже почему, как думаете? Мне просто лень было, наверное. Да, я и так сортирую и выкидываю все. Сейчас идея снизить тарифы не все так просто. Дело в том, что вопрос получения дохода с продажи в Торсырье региональными операторами законодательно не урегулирован. Но даже если этот вопрос будет решен, самовольно снижать плату на сумму выручки они не смогут. Это должна будет учитывать служба по тарифам. Ольга Пырочкина, Павел Рядков, Республика.